Сегодня пятая, да? Шестое. Уже шестое. Все двигается очень быстро. Шестое апреля на дворе. Ролик второй сделал большой резонанс. Многие люди стали задавать вопросы и в комментариях, и в других каналах. И, в общем-то, почти все вопросы касаются слова УССР. Люди, которые работают последние десятилетия частным образом. Предприниматель. Торгуют. Мы не сеем, мы не пашем. Может быть, даже что-то производят. Они задают вопрос, вы хотите нас вернуть в СССР, вот этот коммунизм, уравниловку, а что нам делать с нашим бизнесом, нашими кафе, нашими ресторанами и так далее, и так далее. У людей нет понимания, что предприниматель к предпринимателю рознь. Вот какое программное обращение к вот этой аудитории есть у ВКО? Да, это классический вопрос. Прежде всего, нужно вернуть советские предприятия обратно в имущество народа. То есть все, что было построено в советское время народом, это стратегические предприятия, те, которые добывают, перерабатывают, создают первичный материал. Электричество, металл, удобрение, то есть все, что является стратегическим, транспорт, связь, да, они должны обратно вернуться в народную собственность. Причем это будет называться фонд народного имущества. Все вторичное, то, что можно назвать двигателем рыночной экономики, все будет находиться в индивидуальной трудовой деятельности. То есть мы не разделяем на частную собственность, не частную собственность. То есть немножко поменяется сама парадигма названия. То есть у нас труд индивидуальный, с индивидуальным, так сказать, имуществом на средства производства. Коллективный труд с коллективным имуществом на средства производства. Общественный труд, то есть общины, с общинными средствами производства. И как бы труд на общенародных предприятиях, на больших, которые принадлежат всему народу, но там, соответственно, люди будут работать. И служебные люди, то есть те, которые служат в армии. Служивые люди И, соответственно, преподаватели, ученые и так далее Они уже будут жить за счет, скажем, общенародных денег, бюджета Поэтому здесь ничего страшного нет Переходный период предусматривает конкуренцию между теми маленькими частниками Которые за свои деньги приобрели какие-то маленькие заводики Или создали их заново, какие-то цеха, какие-то кафе Пускай работает Но у нас будет новая политика равных возможностей То есть любой профессионал, который работает, допустим, в кафе поваром На какого-то очень хорошего дядю, богатого Который вообще не понимает ничего в кафе Но имеет его в своей собственности Он способен выйти с этого кафе Ему будет предоставлен бесплатный, беспроцентный кредит Он построит себе аналогичное кафе рядом, напротив Но так как он профессионал, оно у него будет процветать А у того человека, который является собственником кафе Он останется без профессиональных поваров Это и живая конкуренция в новом социализме То есть простым языком Мелкие и средние предприниматели боятся им нечего Нечего Новое государственное устройство создаст им даже более лучшие условия Чем сейчас Ну вот это был самый такой вопрос, что людям страшно Что если возвращение в социализм, то у них отбирают их нажитое за последние 25 лет Они становятся в строй, как трудовая армия И для них это неприемлемо То есть этот вопрос вообще не стоит Мало того, будет наиболее лучшие условия для того, чтобы реализовать свои таланты В индивидуальной трудовой деятельности Почему? Финансовая система будет свободная Денег будет достаточно у всего населения Соответственно, население вдруг захочет иметь какие-то новые вещи Новые услуги И, в общем-то, будет развиваться и духовно, и физически Поэтому все, что произведется внутри страны Будет расхватываться, как пирожки Практически новая, хорошая, достаточно качественная мебель Нужна всем Продукты питания, одежда Продукты питания, да, все остальное Следующий момент После переходного периода, он где-то будет заложен в районе 5 лет Мы вообще уходим от налогов То есть система экономики не будет предусматривать Какие-либо налоги Соответственно, и отчеты, и все остальное вообще снимается Только бери, твори и так далее Ну да, люди мало об этом знают Им все время кажется, уже культура такая создалась Что все только капиталистическое Налогообложение Богатые получают с бедных Что такое налоги? Это когда богатые законно получают с бедных Чтобы вообще разобраться в этих вопросах Необходимо начинать с самого начала все Что-то, если мы делаем державу для человека У нас возникает два вопроса Что такое человек, или кто такой человек И что такое держава, или что он собой представляет У нас сейчас и в прошлом, и при социализме, и при капитализме Народ и государство это разные объекты И так получается, что народ, который существует реально Почему-то страдает от нереально существующего понятия государства Государство это вообще-то явление Его нет в живой природе У нас получается, что государство душит народ Начиная от налога, кончая какими-то разными правами Здесь мы меняем эту матрицу на совсем другое явление Именно новый общественный договор Это и есть та структура, которая обеспечивает полностью Самоорганизованный народ Всеми средствами для жизнеустройства Это прежде всего структуры, которые управляют ресурсами Принадлежащими всему народу Отсюда исходит такая вещь, что каждый человек Является соучредителем, сораспорядителем, сопользователем И соуправленцем всеми фондом народного имущества А в фонд народного имущества входят земля, сень недра, природные ресурсы Животный мир, заводы, фабрики Созданные, соответственно, всем общенародным продуктом труда То есть Ротшильд, который за долги скупает Украину, он сильно обидит? Ну, к сожалению, он не обратился сначала к хозяину тех ресурсов, которые он скупает Потому что хозяин этих ресурсов является народ Тот коренной народ, который там живет Фонд народного имущества является единым, неделимым и неотчуждаемым То есть никто не может владеть его частью отдельно от народа Это то, что касается ответа на вопрос Теперь перейдем к нашим стратегическим задачам Стратегические задачи делятся на три больших подгруппы Первое – это подготовка к освобождению территории и народа УССР Второе – это непосредственно освобождение народа и территории УССР И третье – это построение новой державы Каждый этап требует более детального, большого обзора Завтра у нас итоговое заседание Государственного комитета освобождения УССР После его работы мы создадим ролик по принятым решениям Но главной стратегической целью и задачей – это подготовка всем Всем вместе с вами подготовка к самому большому событию Это первый всеукраинский съезд народных представителей Который должен пройти в мае 19-го числа Но главным событием для нас является проведение первого съезда народных представителей со всей Украины Условия съезда, его программа, место проведения и детали, как на него попасть, будут освещены завтра Спасибо за внимание